всем привет вы на канале турецкие байки здравствуйте мои дорогие друзья любимые подписчики уважаемые спонсоры спасибо вам за поддержку меня зовут оля кто не знает сегодня мы будем в этом видео разбирать анонимный вопрос который поступил ко мне буквально недавно я зачитаю девушка у нас с украины некоторые слова я постараюсь перевести насколько я понимаю и так здравствуйте олечка я с украины извините за ошибки история моя банальная но не могу разобраться познакомилась через интернет с турецким мужем вы пишете но наверное мужчиной он курт живет в диарбакир но работает сезонно в бодруме сразу здесь делаю небольшую ремарочку последнее время что-то много истории про курдов приходит это не значит что курды плохие это не значит что турки плохие просто так сложилось из вот этой последней фразы я поняла что в общем-то мужчина живет постоянно в диарбакире но проезжает на сезон в бодрум работать кем он работает вы пишете это повар в отеле так анониму 45 лет ему 40 это не важно но все же он младше на самом деле это действительно не важно всего пять лет разницы это не важно я прилетала к нему уже два раза за себя билеты и отель бодрыми оплачивала я я могу себе это позволить поэтому не замечала я не знаю может я неправильно себя вела но была немного капризная мне не нравится как он себя ведет хотя мы были в одном номере он всегда уставал хотел спать и смотрел телевизор меня это очень раздражало хотя я так поняла раньше он вам постоянно говорил что любит и жить без вас не может мы ходили гулять у моря он был внимательный единственное предлагал чай я никогда в жизни столько не пила чая подарки выпрошу вали я чуть не поняла вы выпрашивали подарки или он выпрашивал но дальше фраза идет большинство я покупала за свой счет он знает что у меня двое детей но ни разу не предложил для них что-то купить один дорогой подарок это два кольца золото серебром середине наше имя одно оставил себе другое дал вам так сказал что потратил на эти кольца все деньги и сказал что для него они очень дорогие когда мы обручимся это будут наши обручальные кольца далее он постоянно говорил что бедный нет денег может я много требую но мне хочется чтобы он больше разговаривал со домой больше уделял внимание и не тормозил когда я ехал в аэропорт в автобусе он заснул я сказала может быть поговорим ты меня больше не увидишь он обиделся и сказал что я его не понимаю дорогой мы молчали целый час я не могла понять чего я не понимаю в аэропорту прощались очень сухо прилетела домой он мало пишет сидит в сетях но ко мне не пишет я не знаю что думать как правильно себя вести молчать ждать или что-то требовать в бодруме я была семь дней слышала только аж крема больше ничего неужели я хочу так много так дальше из вот этой вот всей сухой истории я вообще не поняла ни про него не про вас только вот вот этот поток чувств и впечатление что он женат поэтому я вам задаю конкретные вопросы я вам пишу здравствуйте как вы давно знакомы с ним знакомил ли он с вас с родными какие были планы у него до приезда хотел ли жениться планы строил документы просил с собой взять вы точно убедились что он не разведен показывал ли он вам документы системы и девлет семейным положением почему вы жили в одном номере вы знаете что в турции вообще-то для персонала иногда есть отдельная лестница и отдельные коморки на этаже с постояльцами если кто-то заметит и настучит могут в общем-то уволить из отеля а тут вы пишете что вы жили в одном номере дальше вы говорите вы знакомы три года он не жена с братьями поругался но может быть причина в том что он не был женат не знает как общаться со мной единственное что я слышу аж крем но я хочу больше больше внимания что мне не нужно аж крем и что мне делать с кольцом то есть вы по сути не на все вопросы мои ответили я вас снова спрашивают не жена то есть вы видели документ почему вы жили в одной комнате 20 отеля вы отвечаете мы жили в другом отеле может быть это была моя ошибка я взрослая женщина мне действительно хотелось быть с ним семья у него очень закрытая бедная родители умерли он один холост так я вас уже пару раз в общем-то спросила о документе то есть вы просто отвечаете что он не женат я так понимаю за эти три года вы ни разу не спрашивали документ и за все три года вы всего два раза к нему ездили и последний раз это была неделя в водовыми дальше вы пишете он не женат снова то есть про документ вы снова мне ни слова не сказали что вы видели у него нет детей знакомил с сестрой племянниками по видео она смотрела косо может моя ошибка дальше что вы пишете последнее сообщение достаточно последнее сообщение у вас с фотками просто то есть здесь я даже не знаю что здесь в общем-то разбирать если за три года вы у него не потребовали документ что он действительно разведен на слово вот так вот верить ну совсем прям не стоит знаете первая самая причина почему такое вот поведение у мужчины то есть потерял интерес после того как в общем то вы пишите вы взрослая женщина жили в одном отеле то есть интим был после интима если мужик так себя ведет и значит незачем ему больше как-то по-другому себя вести он в принципе всего что хотел добился то что он вам кольцо подарил но в какой в манере то он вам подарил на колено становился просил вас быть женой я так понимаю на самом деле вот это вот большое прямо белое пятно во всей истории какие нафиг вот два кольца еще золото с серебром если он хочет обручиться здесь вообще-то в турции дарят тектаж то есть кольцо с хотя бы с фианитом ну знаете его можно же с фианитом купить кольцо и обручиться если он так сильно хотел он мог привести вас к себе в диарбакыр и так далее естественно его сестра смотрела косо какие могут быть в общем-то друзья на курорте если он женат и она это все дело прекрасно понимает она понимает что вот и еще одна у него женщина вы за все вот это время можете мне гарантировать что он встречался свои сезонные работы только с вами вы видели его в реале два раза два раза вы к нему приезжали он к вам ни разу я так понимаю дальше он говорит что он очень бедный но при этом он по сезонной работает поваром в водруме на эту тему мы пообщались со своим мужем он говорит такого не может быть они дико много зарабатывает особенно бодрум один из самых дорогих курортов здесь особенно шефы это не просто какой-то там гарсон это не просто аниматоры они в разы больше зарабатывают поэтому то что единственное за все что он мог заплатить это какое-то колечко но нет никакое колечко не стоит поездки в бодрум и отеля и 7 дней за это все вы сами платили подарков никаких не делал дешевый чай покупал но нет деньги у него есть он их просто на вас не тратил почему не тратил мое еще раз мнение он женат у него семья в диарбакыре может быть это было и не сестра то а может быть это жена была которая косо посмотрела и деньги все уходят туда дальше что я абсолютно не поняла почему вы жили в каком-то другом отеле семь дней вы сказали вы были в водруме то есть в разгар сезона он жил с вами в другом отеле семь дней а когда он на работу ходил здесь повара работаются с утра до самого вечера кушают на работе все на работе сезон это туристический сезон они зарабатывают бешеные деньги правда бешеные то есть у него денег никогда не было это все вранье и он не мог просто вот так вот сорваться в середине там где-то сезона и пойти с другой женщиной жить в другом отеле вдобавок вы говорите все оплачивали есть тут конечно у меня додумки что он нифига сейчас не работает то есть он потерял работу поэтому он такой бедный поэтому он мог предложить только чай может быть он только в поисках работы то есть вот это все ну как-то так вот знаете с душком я бы сказала мутно это все даже это кольцо какое-то несчастное поверьте то что зарабатывают повара в водруме но кольцо только кольцо и не оплатил ничего поэтому я вот этот момент вообще не поняла дальше вы говорите вы были в одном номере вы хотели там внимание любви он даже вам это не дал то есть вы три года общаетесь и он даже не может вам любовь за ваши же деньги дать любовь да найдите вы себе другого то есть также будете приезжать все оплачивать и он будет вам давить и внимание и кроме аж крем кучу комплиментов ну я вообще не вижу здесь смысла в общем-то разбираться в этом конкретном мужчине почему же он такой вот стал сухой и не хотел с вами общаться но интерес у него потерян по неизвестной причине мое личное мнение потому что он женат и всего что можно уже добился от вас далее вот вы продолжаете и продолжаете с тем что я сделал ошибку он меня называет только аж крем я хочу многого я хочу внимания даже если он вам даст вот это все внимание у вас двое детей вы что действительно думаете выйти замуж за человека из диарбакыра который сезонно работает и перевести в диарбакыр достаточно консервативные и не туристические своих детей вот этим его родственникам которые на вас косо смотрят то есть отец биологически вашего ребенка действительно согласен на это и даст нотариальное согласие на это все то есть тоже как-то все вот это странно и после вот этих всех странностей я искренне не понимаю почему вы хотите чтобы я разобрала вот эти вот все чувства что вы там где-то ошибку совершали что как вы там пишите неправильно себя вела как вести себя правильно ждать или требовать забыть его надо забыть и я не знаю как вам помягче об этом сказать это вообще не ваш вариант я не понимаю зачем вы на него столько времени потратили хотите отдыхать бодрыми езжайте сами те кто будет говорить вам и ашкэма сергей мы так далее там на месте найдутся поверьте на сезон что делать вы пишите с этим кольцом ну взять себе как компенсацию чисто оставить на память об отношениях но почему бы и нет именно от этого человека да вы слишком много требуете он то ли женат то ли интерес к вам пропал то ли еще что-то от него вы вряд ли чего-то добьетесь будет сухая переписка редкая как вы пишете да прилетела домой он пишет мало все в сетях сидит но ко мне не пишет но интерес потерян добился мужик все что хотел мне жаль может быть и в начале были какие-то чувства на данный момент их видимо у него нету так вопрос как правильно себя вести молчать или ждать или что-то требовать ничего не ждать начать общаться с другими людьми первые не писать раз он так редко пишет если мужчине нужна женщина он не будет вот так вот редко писать но это уже далеко известный факт если ему нужна женщина он найдет пути он найдет как жениться и так далее задумайтесь над этим вы не слишком ему нужны попробуйте клин клином вышибают если он вдруг появится попросите документов из эдевлета его семейном положении я уверена что он упрется и не даст вам этот документ а зачем он скорее всего женат я искренне извиняюсь если я что-то не так сказала но я вам уже этот ответ дала даже письменно но вы все равно настаивали что вот что же вам делать что же как там быть а на этом все друзья мои всем любви добра и счастья и отличного настроения и пожалуйста поменьше занимайтесь самообманом пока пока